Всем тихой ночи. Нередко можно услышать споры о том, что такое этот самый настоящий SCP и какие истории из мира фонда нужно считать классикой и тем самым каноном, которого нет. Многие ответят, что это SCP-173, ведь он был самым первым объектом, появившимся из пучин анонимного интернета. История скульптуры из арматуры и бетона послужила основой для всех последующих объектов и мира фонда вообще. Однако в тени бетонного чудовища остался не менее важный и наверное самый недооцененный объект SCP-002. Пришло время рассказать настоящую историю живой комнаты. Однажды в Португалии с неба упал большой каменный предмет, вероятно до этого находившийся на орбите земли. Первым на месте падения оказался фермер, который увидел, что толстая каменная оболочка объекта треснула, а внутри нее находится нечто похожее на шарообразную опухоль. На удивление, на одной из сторон этого шара плоти находился обычный металлический люк, служивший входом во внутреннее пространство объекта. Фонд SCP, конечно же, отправил на место падения своих агентов, которые предложили местным жителям поучаствовать в его исследовании. Три человека из числа любопытных по одному зашли в люк на боку объекта и не вернулись. Боясь распространения слухов об опасном инопланетном существе, агенты фонда устранили свидетелей, погрузили объект в контейнер и увезли на одну из зоны SCP. По пути шар плоти умудрился сожрать еще четырех человек из числа сотрудников организации. Дальнейшее исследование объекта показало, что внутри него находится интерьер, похожий на бедно обставленную жилую комнату, а люди, попавшие в объект неизвестным образом, преобразуются в предметы мебели и другие бытовые вещи. Это то, что мы можем узнать из ныне существующего текста объекта, и из прочитанного на сайте может сложиться такое впечатление, что тут чего-то не хватает. Впечатление это будет правильным, ведь SCP-002 появился задолго до нынешнего сайта SCP. Это один из тех объектов, которые существовали в качестве крипипасты на анонимных сайтах до того, как кто-то догадался собрать их в одном месте. При этом по какой-то причине на сайте фонда информация об объекте появилась в неполном виде. В оригинальном тексте, созданном в анонимном интернете, было несколько интересных деталей, которые были утеряны, но которые объясняют многие несостыковки. Например, из текста на сайте неясно, почему местные жители один за другим лезли в объект. И совсем странным выглядит замечание, что агенты фонда, уже зная, что внутри этой штуки пропадают люди, тоже забрались внутрь. Да еще и не один, а целых четверо. В оригинальном тексте есть предупреждение, что человек не должен попадать в ситуацию, где ему может показаться, что он оказался один в помещении с объектом. Что происходит в подобной ситуации не раскрывается, но по всей видимости именно в этом случае объект может влиять на человека, заставляя его войти в мясной шар. Еще одна вещь это то, что SCP-002 хранится вместе с SCP-001, тем самым объектом, истинная природа которого скрывается за множеством его вариантов. SCP-002 подключен к источнику питания. Это по неизвестной причине делает его неактивным, при том, что объект поглощает электрическую энергию. На случай отключения питания между первым и вторым объектом существует некий, способный полностью отгородить объекты друг от друга барьер. Однако, если второй объект полностью отгорожен от первого, он излучает попеременно сильное рентгеновское излучение и синий свет, что может представлять некоторую опасность. Ученые фонда предположили, что SCP-001 2 и 3 являются частями некоего целого устройства, состоящего как из биологических частей, так и из механических. Кроме того, все эти три объекта были найдены в одном месте. То есть оригинальное SCP-002 это не просто упавшая с неба комната из мяса, а возможно часть некоего потерпевшего крушения биомеханического космического объекта. С SCP-003 ситуация примерно такая же. Текст объекта тоже впервые появился в анонимном интернете и попал на сайт SCP в уже сокращенном виде, хотя позже оброс дополнительной истории. Третий объект это каменная плита, покрытая рунами на неизвестном языке, а также содержащая внутри себя источник питания, аномальной природы и вычислительное устройство, в дальнейшем признанное разумным. Кроме этого плита способна производить различные излучения, а на ее поверхности находится предмет, похожий на компьютерную плату, однако состоящий из различных биологических материалов. При снижении температуры объекта ниже 35 градусов он переходит в активное состояние. На сайте SCP по поводу третьего объекта написано еще некоторое количество текста, но оно не имеет отношение к оригинальному анонимному лору SCP-002, а вот что имеет, так это то, что во время экспериментов с SCP-003 произошла нештатная ситуация, в ходе которой трое сотрудников фонда были преобразованы в предмет, именуемый там SCP-2754. Этот объект, кстати, вообще на сайт SCP не попал, потому что тогда заполнялась только первая тысяча объектов, так что теперь мы будем говорить о настолько секретном объекте, что его даже нет и никогда не было на сайте SCP. В общем, SCP-003 преобразовал трех ученых фонда в единую биомассу, похожую на ком состоящий из случайно перемешанных органов, которые тем не менее функционируют как единый организм. Вокруг этого кома разрастаются различные биологические предатки, которые целенаправленно расползаются в определенных направлениях. Было установлено, что эти предатки разрастаются таким образом, чтобы соединить SCP-002 и SCP-003 в единый организм, либо биологическую машину. Что будет, если вычислительная мощь и возможность производить энергию SCP-003 соединиться со вторым объектом ученым узнавать как-то не хочется, потому для предотвращения этого всего биомасса, производимая объектом SCP-2754, уничтожается в кислоте. А что тогда насчет SCP-001? Ведь он упоминается и в оригинальном втором и третьем объекте. SCP-001 — это нечто, найденное в месте падения второго объекта, но настолько непонятное, что даже описание этого не представляется возможным. Вместе с тем, это была та вещь, которая послужила причиной составления списка аномальных объектов. SCP-001 — это причина и сущность всех аномалий, объединяющих в единую систему. А возможно, SCP-001 — это то, чем могут стать второй и третий объект, если объединяться, а потому их следует содержать отдельно, соблюдая особые условия содержания. Сложно сказать, почему второй и третий объекты изначально попали на сайт SCP сокращенными, но на мой взгляд их оригинальная история. Та, что была до сайта, куда интереснее, раскрывает фонд совершенно иной стороны. Перевод всех трех оригинальных объектов есть во всех соцсетях, указанных в описании. Развитие истории SCP-002 пришло с достаточно неожиданной стороны. Тревор Хендерсон, автор того самого Сиреноголового, решил описать монстра, похожего на SCP-002, но выбравшегося на свободу. Чем же будет таким заниматься целая жилая комната, если убежит из стен фонда SCP? Для начала она замаскируется под обычную комнату в каком-нибудь доме и начнет заманивать в себя жертв, поедая бедолагой, делая из них все новые предметы мебели. Вот есть сундук-мимик, а тут целая квартира-мимик, однако затем ей станет этого мало. Она подключится к интернету, для чего, видимо, ей понадобится компьютер из SCP-003, и начнет заманивать в себя двуногих жертв под различными предлогами. В интернете чаще всего ее можно узнать по объявлениям по продаже или аренде неказистой комнаты, по крайне низкой цене. Однако, если присмотреться к объявлению, можно увидеть, что оно внезапно меняется. Интерьер комнаты становится похож на внутренности какого-то монстра, а текст объявления сообщает о том, что внутри комнаты мясо, такое же, как ты, иди к нам. Позже любители покинутых мест найдут еще одно существо в заброшенном доме. Хотя, может, дом и не был заброшен жильцами. Все они были съедены такой вот комнатой. Вот некоторые любят ностальгировать по первой тысяче объектов SCP, а ведь при желании можно ностальгировать по тому SCP, который был до сайта SCP, по тому фонду, который писался анонимными авторами, и редкие следы существования которого сейчас можно найти только на сайтах, архивирующих весь интернет. Всем пока!